Спасибо всем, что вы такие стойкие. Мы тут уже задержали вас на два часа, но тем не менее вы с нами. Можно попросить запустить мою презентацию? И кликер еще. Я должна была выступать два часа назад. Можно кликер, пожалуйста? Спасибо. У меня такая вот тема, которая продолжает все предыдущие темы. Как ритейлерам усилить программу лояльности в 2023 году? Я на самом деле... Вы не против, если я встану? Потому что я так долго сижу, что мне уже хочется встать размяться. Я работала на позиции маркетинг-директора во многих сетях в Украине. Потом меня пригласили в Казахстан, в Узбекистан. В общем, у меня достаточно большой опыт. И под давлением этого опыта я перешла в консалтинг, создала собственную компанию. И мой продукт – это маркетинговая стратегия, которая как раз направлена на максимизацию прибыли. Я хотела с вами поделиться несколькими слайдами, которые касаются трендов, которые сейчас есть в 2003 году, которые мы все наблюдаем. Я сейчас работаю с тремя украинскими компаниями из ритейла. И со всеми этими тремя компаниями мы внедряем программу лояльности. Поэтому, собрав весь этот опыт, я сделала как раз для вас, возможно, будет полезен такой гайдлайн-чеклист, как правильно внедрить программу лояльности, чтобы она была эффективна, и как не наступать на те грабли, на которые же все понаступали. Что мы видим в этом году? Клиентам хочется эксклюзивности. Еще когда я работала в Цитрусе, мы делали для Цитрус – это сеть бытовой техники электроники номер один в Украине. Она не имеет в своем ассортименте бытовую технику, только гаджеты, электротранспорт и всякие там прикольные фишечки типа VR и прочего. Все хотят быть такими яркими и клевыми, как Цитрус. И мы тогда хотели тоже быть абсолютно эксклюзивными. И для своих лучших клиентов мы делали закрытые события, что, соответственно, очень… Одесса не такой большой город, как сарфанное радио расходилось, и всем хотелось достичь того левела, чтобы мы приглашали их на закрытые события. О безопасности уже говорили. Да, вот если клиент не уверен, что его личные данные куда-то не уйдут, то он скорее откажется от участия в программе лояльности. Эмоциональная связь. Эмоциональная связь. Ну, я вот пользуюсь Nike Running Club приложением, и я уже как спортивная наркоманка каждый день иду на пробежку, чтобы меня похвалил Nike за то, что сегодня у меня какие-то достижения. Ну, то же самое, также Apple Watch работает, и все такое. Вам там значок 10 тысяч шагов в день и прочее. Прозрачность. Да, вот когда мы перезапускали программу лояльности Citrus, перезапустили именно потому, что она была непрозрачной для клиентов, и клиенты нервничали. С точки зрения бизнеса она была очень выгодной. У нас были такие акции, пироги. Мы присылали человеку купоны, говорили, вот тебе 5000 гривен, 200 долларов, на, потрать, это тебе подарок. Но чтобы их потратить, надо было сделать покупки в 10 категориях, и фактически надо было оставить в Citrus в 10 раз больше. Естественно, клиенты очень бесились от этого, ругали нас, говорили, что мы нечестные, и вообще мы плохие, и лучше всех Confi, потому что Confi тогда разрешала даже полностью расплатиться бонусными баллами. Это действительно всем было очень удобно, поэтому Confi за счет того, что они довели свою программу лояльности до максимального юзер-френдли, они очень много забрали себе, у всех есть эти карточки лояльности. То есть в Украине на самом деле 8 миллионов людей, которые могут купить гаджеты, бытовую технику. Вызывайте 8 миллионов людей, рубились Citrus, Confi, Dorado, Fockstrot, Майо, Розетка и прочее. То есть в такой красный океан, и как только ты в чем-то лучше конкурентов, все сразу же мигрируют. Трансляция ценностей. Мне нравится бренд The North Face, потому что они поощряют меня за то, что я отмечаюсь в разных туристических пунктах, и за это я получаю дополнительные баллы. Осознанность – это еще один такой тренд. В Украине это особо выражено. Программа лояльности, она должна еще где-то подчеркивать какие-то благие намерения своих клиентов. Ну и вот из последнего, что внедрил властный рахунок, я тоже являюсь активным пользователем приложения властный рахунок, мы могли с каждой покупки донатить деньги тем людям, которые сейчас нуждаются в Украине в какой-либо помощи. Ну и, конечно, геймификация. Сегодня я покажу вам кейс геймификации, который порвал бы рынок, наверное, если бы в 2021 году была Эфи, но я думаю, что мы будем подаваться, компания будет подаваться в 2003 году на Эфи. Это небольшие результаты исследования, когда просили, по-моему, 80 или 100 маркетинговых директоров и спросили, что, по их мнению, будет актуально в лояльности в ближайшие 2-3 года. Ну, как мы видим, experience-based rewards – это такой очень большой тренд, потому что люди не хотят только монетарную благодарность от бренда. Они хотят еще какую-то эмоциональную признание. Ну вот монобанк со своими котиками – это просто такой прекрасный кейс для украинского рынка, когда нету никакого кэшбэка, нету никаких бонусных баллов. Есть грейды, ты получаешь разных котиков, но это отдельно, если интересно, потом будут мои контакты, вы напишите, я с удовольствием поделюсь, потому что мне очень приятно рассказывать в Центральной Азии о классных украинских кейсах. Предиктивная аналитика – это next best buy, когда мы на основании понимания поведения наших клиентов делаем им предложения, которым они захотят воспользоваться. Вы наверняка часто видели, у кого кто пользуется банковскими всякими программами лояльности, что у вас есть там партнерские предложения, их целая простыня. И когда я их открываю, мне хочется плакать, потому что, ну, зачем мне предлагать тот сервис, которым я в принципе никогда не пользовалась. Или, например, когда я открываю Magnum Cash and Carry приложение, мне предлагают подгузники. Да, ребята, я никогда в жизни у вас не покупала подгузники. Посмотрите на меня, зачем мне подгузники? Логика абсолютно. Пора. Понятно. Хорошо. Спасибо тебе на добром слове, да, я запомню. Ну, и третье – это геймификация. Геймификация – это прямо вот то, без чего уже программа лояльности, она, ну, как бы не до программы лояльности. Что будут инвестировать в автоматизацию маркетинга? Слава богу, господи, я как это… Мы вот с Мадиной продвигаем наш клуб маркетинга, основан на данных. Опять-таки, если вы не отсканировали слайд, в ее презентации у меня еще будет QR-код на наш клуб в моей презентации. Это такой дабл-чек. Experience-based rewards, да, о чем мы уже говорили, и геймификация. Ну, то есть, видите, все сходится. Какие тренды, такие инвестиции. Если вы ритейлер, тут у нас есть ритейлеры? У вас есть программа лояльности? Есть, да. Но если бы тут были ритейлеры, у которых нет программы лояльности, то вот вам шесть причин, для чего вам нужна программа лояльности. Спасибо, мне приятно, когда вы фотографируете, но у вас эти все слайды будут. Как правильно внедрить программу лояльности? Если мы говорим о внедрении с нуля или если мы говорим о фейслифтинге. У нас как-то вот так случилось, сложилось в Украине, что все программы лояльности абсолютно однотипные. Где-то условия лучше, где-то хуже, где-то можно списать полностью бонусы, где-то 80%, где-то на какие-то категории дают скидки, на какие-то не дают. Но, в принципе, оно все одинаковое. И в какой-то момент для того, чтобы выделяться среди конкурентов, когда идет полем боя становится клиентский опыт, то мы начали делать фейслифтинг программам лояльности. Вот у меня сейчас в работе как раз три программы лояльности, которые уже достаточно долго существовали, и мы им делаем фейслифтинг. И для этого мы рисуем путь клиента. Путь клиента состоит из довольно простых шести этапов. Этап первичного осмысления, этап оценки, этап сделки, этап опыта. Если опыт положительный, то у вас есть высокая вероятность триггернуть клиента и завести его опять на этап сделки. То есть он таким образом впадет в эту петлю лояльности. Для того, чтобы ваша программа лояльности была эффективной, вам надо давать себе ответы на эти четыре вопроса. Не буду их зачитывать в целях экономии времени. Если будут какие-то вопросы, задавайте. А из чего у нас состоит программа лояльности? Программа лояльности состоит из системы поощрений, из сбора и анализа данных. Это то, собственно говоря, ради чего я как маркетинг-директор программы лояльности запускаю. Мне важнее всего понимать моих клиентов, анализировать, полностью их отспробовать. И дальше же на основании понимания их поведения, понимания корзин, понимания jobs to be done, что они покупают, зачем они к нам приходят, уже управлять их покупательским поведением и, соответственно, менять формат, если такое нужно. Триггерные коммуникации делаются на основании RFM-анализа. Это кто не знает, что такое RFM-анализ? Мне кажется, уже все знают, все делали. Да ладно, вы шутите. Спасибо. RFM-анализ позволяет нам выделить наиболее ценных клиентов. Это моя парадигма, когда вы выбираете наиболее ценных клиентов, благодарите их и бережете. Потому что, например, в просторе у меня совершенно правильно сказали, что карта участника программы лояльности, она ничего не говорит о лояльности. Она говорит, что у вас есть номер телефона этого человека, а у него есть карта. Те клиенты, которых я считаю лояльными, это клиенты, где я выбор номер один, когда у него возникает на этапе первичного осмысления потребность, которые приходят ко мне чаще всего, покупают в большем количестве категорий и покупают на большую сумму. Вот это мои лучшие клиенты. И такие клиенты у меня в просторе было всего 5% из 2 миллионов, и они делали 29% выручки. И это очень важно понимать, что этих клиентов нельзя терять. И когда вы вдруг хотите вместе с коммерческим департаментом чуть-чуть оптимизировать ассортимент и выкинуть какую-то позицию маски для волос, которая плохо показывает хуже оборачиваемость, хуже маржинальность, чем средняя по полке, но она вдруг окажется в чеках с большой пенетрацией у ваших лучших клиентов, то вы себе пилите сук, на котором сидите, потому что, не дай бог, она есть у вашего конкурента, и ваши лучшие клиенты пойдут за этой маской. Это кейс простора, каким образом через меня пропускали все делистинги. То есть я как маркетин-директор не разрешала коммерсантам делать делистинг, пока я не заипрублю, пока я не убежусь, что у меня в чеках лучших клиентов нет этой позиции. Кастомизация, да, персонализация на основе поведения пользователя. Опять-таки, я раньше думала, и сейчас, может быть, многие так работают, что надо клиенту расширять опыт, надо давать ему пробовать новые категории. Если он вдруг не покупал у меня, например, мыло, но я понимаю, что он у меня покупает косметику и бытовую химию, но он же должен как-то пользоваться мылом или гелем для душа, то я буду заставлять его покупать в этих категориях, буду давать ему дополнительные баллы за это, какие-то поощрения. Это очень плохо работает. На самом деле, лучше всего работает, когда вы даете клиенту бонусы за то, что он и так у вас часто покупает. Это стимулирует закрепить свою привычку покупать именно у вас. Я много раз попробовала менять покупательское поведение, но покупательское поведение – такая упрямая штука, она тяжело меняется. Лучше идти клиенту навстречу и делать то, что его действительно порадует, и это будет гораздо эффективнее с точки зрения конверсии и самой экономики акции. Гимификация, да. Ценности, возможности повысить грейд, но тот кейс, который я вам буду показывать, больше 3 минуты, все, ускоряюсь. Тот кейс, который я вам буду показывать, это чисто гимификация без привязки к карте лояльности. Это этапы при внедрении программы лояльности. Вы себе ставите обязательно бизнес-цели, но без этого никак. Потом делаете некий экономический расчет, когда программа лояльности окупится, и с этим идете к финансовому директору, даст ли он денег на это или не даст. На самом деле маркетинг-директор – это единственный человек, которому не жалко денег на маркетинг, а потом всем остальным жалко. Это кейс, который был сделан компанией-партнером. Я знаю, что ArtNation уже работали здесь, на спекистанском рынке, с корзинкой. Но этот кейс был сделан для компании АТБ. Это самая большая украинская компания с точки зрения количества магазинов. Это компания Discounter, компания с Perfect Operation моделью. Они не используют заемные деньги, у них настолько отлажены все процессы, что у них хватает тех денег, которые они получают с выручки товаров. У них всего 4000 СКЮ в ассортименте. Это дискаунтер, но когда он заходит куда-то, когда он пришел в западную Украину к моей рукавичке, у нас был отток 20%. То есть те, которые ниже среднего дохода, то они побежали в АТБ. И все боятся, что придет АТБ. Они просто очень хорошо отбирают трафик, отбирают клиентов даже у тех ритейлеров, которые закрепились. Но сейчас кейс о том, как можно круто через детей заставить взрослых ходить именно в тот магазин, в который ваш магазин. Чем примечательен этот кейс? Тем, что компания, как любой ритейлер, у которого правильно выстроены отношения с поставщиками, а я когда работала маркетин-директором в Юни-Левере, отвечала за Липтон, то я там конкретно нахлебалась с АТБ. Они меня выкидывали с полки раза три. Я знаю, как там важно зацепиться, потому что это бешеные объемы. Из-за того, что огромная сеть, ты становишься в АТБ, и ты через АТБ прокачиваешь и выполняешь себе план просто одной кнопкой. И они правильно выстраивают отношения со своими поставщиками. То есть бюджет на промо этой акции, который составил 5 миллионов гривен, это было полностью компенсировано поставщиками. В чем была суть? Есть целевая аудитория, которая постоянно ходит в АТБ. То есть это, как правило, люди с доходом среднего и ниже среднего. Ну там и ассортимент такой. Там дорогого спиртного нету, там дорогой какой-то мясных продуктов нету, там большая доля продуктов, типа сырный продукт, мясосодержащий продукт, молокосодержащий продукт и всякое такое, где вот эта аудитория, у которой есть какое-то количество денег в кошельке, это жесткий ограничивающий фактор. Они покупают хорошие бренды только когда они в промо. И мы подумали, каким же образом вообще реально ли перевести более платежеспособную аудиторию из того же Сельпо, например, в АТБ. И вот придумали такую штуку. Ну это всегда работает, вообще первыми сделали Сельпо, когда запустили свои стикесы, и дети тащили родителей в магазин, чтобы купить этот стикес или получить его бесплатно за определенный чек. Тут на самом деле еще вот есть такой нюанс. Когда вы прокачиваете, когда вы делаете такую акцию, вы не только получаете деньги от поставщиков на все промо, вы очень здорово прокачиваете объемы, и вы забираете благодаря этой акции через детей, забираете большую часть аудитории ваших конкурентов. В чем была механика акции? Покупай в АТБ на определенную сумму, получай карточку, вот такую вот скрич-карточку с героем, получай дополнительные карточки за товары тех брендов, которые участвовали в этой акции, и твоя задача — собрать коллекцию с 30 персонажей. Потом ребенок скачивает приложение с App Store и начинает активировать этих героев. Ты можешь с этими героями играть как с компьютером, у тебя есть какой-то абстрактный противник, либо можешь играть с живым человеком. И это настолько волна захватила всех школьников, что просто дети приходили, там были у нас золотые герои, которые стоили 250 гривен, но по тому курсу 10 долларов, и их покупали просто так. То есть надо было очень большой, я уже сейчас не помню точно какой чек, для того, чтобы получить того героя со скидкой, но дети вымучивали родителей, ну, представляете, за 10 долларов игрушка, еще вот такого вот рода. Но ты помните, как в нашем детстве были вот эти вот этикетки от жвачек, с которыми все носились, это было практически валюта, да? Вот это вот для нынешнего поколения повторили такой вот кейс. Было три сезона, четвертый сезон, четвертый и пятый сезон планировался, ну, как вы видите, что третий сезон закончился в 2021 году, но, естественно, в 2022 году уже, поскольку очень много детей выехало из Украины, этот запуск не повторяли. Немножко вам цифр. 70 миллионов выданных карт. За три сезона 70 миллионов выданных карт. Два миллиона уникальных пользователей приложения. Самое скачиваемое в течение шесть недель приложение. Ну, вот тут цифры, видите, рост продаж товаров партнеров 600%. Ну, представьте себе, какой это был ажиотаж. И что самое интересное, что для сети это была не инвестиция, то есть сеть не потратила денег вообще. Они покупали, механика такая, что ты покупаешь вот приложение, игру и карты, опять-таки, за счет поставщиков частично, но ты их продаешь. То есть когда ты покупаешь на определенную сумму, ты можешь купить вот эту карточку не за 5 гривен, допустим, а за 2. Или там, я не помню, 10 гривен. Ну, короче, была какая-то карточка, если ты хочешь прийти просто купить карточку к СКЮ, то есть эта номенклатура, она у тебя есть в ассортименте. Если ты набираешь определенный чек, то ты эту карточку получаешь с большой скидкой. И дети тащили родителей, даже дети, когда вот приходили сами, они покупали вот эти шоколадки просто блоками для того, чтобы добрать чек 100 гривен и получить эту карточку. Ну, это был какой-то абсолютно кризи-ажиотаж. У нас есть еще три кейса, но если будет интересно, просто поделюсь с ними в описании. Я уже заканчиваю, да, тут последний слайд. А, вот как раз, да, вот вам последний слайд. Вот вам наш Data-Driven Marketing Club Евразия, о котором уже говорила Мадина. Вы перейдете на Google форму, там есть анкетка, вы можете ее заполнить. Спасибо большое, я почти уложилась. Спасибо большое, Надеж.